ну что вот и осень пришла а это значит что дорогие мои это значит то что у нас включили отопление а если отопление то значит что влажность у нас сразу же понижается правильно нам нужно ее повышать потому что мы с вами находимся в детской и батареи жарят очень серьезно здесь у нас будет стоять наш увлажнитель я вам про него сегодня как раз расскажу и кстати дорогие мои хотел бы отметить что вот если у вас есть такая штука регулировка жара батареи это очень очень круто это максимально полезная вещь если есть возможность обязательно себе поставьте лишний не будет это очень круто потому что ну температуру то надо как-то регулировать а постоянно включать проветривание это тоже на эти не вариант сегодня у нас увлажнитель воздуха в рамках умного дома погнали и так пойдемте гардеробный у там у нас находится два увлажнителя есть увлажнитель он и есть увлажните ником 2 увлажнительно вам сегодня покажу в рамках умного дома эти два как раз увлажните что вы понимали разницу так вот они у нас стоят будем их сейчас устанавливать сегодня рассказываю про два разных увлажнителя philips и xiaomi оба себе покупали этот первым купили этот уже вторым купили умный уже увлажнитель xiaomi я вам про него расскажу но в рамках примера на обычном и вот смотрите давайте про него расскажу вам сразу же вот смотрите важная деталь вот я не знаю попробую вам показать посмотрите какая там грязь посмотрите какая там грязь это просто жесть и смотрите здесь да вот сейчас я вам их разбираю и смотрим что какие особенности внутри и вот у нас уже монтаж но одной рукой очень сложно это все перевернуть смотрите какая особенность вот здесь можно щеточкой взять и все очистить если здесь что-то будет ну какая-то грязь но мы здесь что вы понимали за два года используем практически ну даже ни разу не что даже не числе не знаю может быть один раз может не уверен а он работает достаточно регулярно постоянно а вот здесь мы пытались соответственно открутить это все дело я пытался нифига не получается снимается вот эта крышка а вот этот вентилятор вон там посмотрите вот это вот эта вся грязь которая там остается очистить невозможно то есть это вот я сейчас он перевернул вот этот вентилятор который там он прям вон там внутри находится его можно там как-то подлезть чего-то там попробовать как-то очистить чуть-чуть но блин это все равно это вся эта грязь там остается вот это главное главная особенность и потом вы понимаете поймите он же вот эту всю грязь наматывай и начинает соответственно вам распространять уже в в комнате одну в атмосферу до получается его это все будет вдыхать это просто жесть здесь смотрите вот эти фильтры ну когда они не фильтры будет просто барабан он крутится вот обращается и тем самым вода вот так перемешивается и испаряется здесь вращается вот эта фигня вот здесь она как вращается и блин тоже вот как какая же хрень просто вот этого фильмс вот эта штука она намокает соответственно и потом вот здесь воздух засасывается и он вот так испаряется соответственно вот это намокает она начинает начинать плесневеть я конечно даже не могу вам сейчас передать да вот эту ну как бы что как в каком состоянии находится она такая грубая мы уже несколько раз их меняли в общем она начинает плесневеть не просыхает просто ну ой ну жесть вот такая вот хрень видите это новый мы уже но вы поставили вы понимали вот так вот этом разбирается они эти диски главная особенность их надо промывать я вам сейчас тоже покажу как они разбираются друзья итак открутил я чтобы вам показать откручиваются элементарно просто раз взяли открутили и смотрите по поводу вот этих колец посмотрите какой он тонкий смотрите вот эти все кольца желательно конечно периодически промывать чтобы на них никакая плесень не нарастала но если у вас руки не из жопы то блин конечно это элементарно вкрутили промыли аккуратненько вот и обратно запихнули в общем главное чтобы руки у вас были внизу а все остальное я думаю справитесь друзья и вот я их собрал подготовил воду и есть еще одна особенность в рамках этих двух увлажнителей и дорогие мои я хочу вам что сказать я не пытаюсь засрать philips или вознести наоборот xiaomi я вам показываю на примере двух увлажнителей которые я купил за свои деньги что блин можно за одинаковую сумму там разница 900 рублей за одинаковую сумму купить говно а можно купить прикольную крутую вещь это как было это факт и чему я говорю потому что нужно все анализировать внимательно к этому подходить и не тратить просто так просто деньги да осознанно подходить к выбору тем более гаджета тем более да сейчас все стоит приличный день и дорогие мои если вы перейдете по ссылке которую я оставляю в описании то мне небольшой кэшбэк начислится с вашей покупки обязательно вам нужно будет купить этот какой-то там увлажнитель который вы захотите или про который я вам сейчас рассказываю любую покупку которую вы совершите мне начислиться небольшой кэшбэк и я соответственно на эти деньги смогу что-то купить еще и вам об этом рассказать и показать и для вас это будет нужной полезной информации в общем если перейдете по ссылке и что-то купите то я вам очень благодарен спасибо вам дорогие мои ну а сейчас смотрите особенность этих двух увлажнителей вода есть вот сюда мы ничего залить не можем и для того чтобы залить воду не надо опять его снимать пользуясь двумя руками а тут дорогие мои мы берем воду и льем ее сейчас кстати должна появиться информация у нас воды нужно много для него вот она пошла видите наливается вот сейчас у нас с вами 20 процентов 25 он показывает 25 процентов воды вот с таких баночек вот ну и дорогие мои да кнопочки где где кнопочки во первых это сенсорная панель но она нам дорогие мои не нужна мы с вами говорим алиса включи увлажнитель вам парам пам пам и увлажнитель начинает работать а тут мы с вами что должны мы с вами должны снять крышку и и тыкать пальцами какими что мы хотим и соответственно вы дорогие мои лежите на диванчике такие как мне хорошо да увлажнитель работает все прекрасно мне хочется продолжать дальше лежать но вы хотите что-то например изменить например его выключить и вам нужно будет вставать с кровати да и более того что если вы захотите изменить скорость например увеличить скорость либо уменьшить скорость то вам нужно тоже нужно будет вставать с кровати вот смотрите ключи скорость вентиляции у увлажнителя низкую вам пара папа дорогие мои вы видите это пушка просто но это крутая вещь а вот что ты с этим будешь делать ничего и слышите да тихо как работает ну и соответственно него вот здесь отсюда все уходит никакого пара там нету ничего на стенах соответственно не будет оседать у вас хороший воздух идет чистенький вы видите да тут соответственно вай-фай у нас есть у нас тут есть проценты ну и конечно если у вас нету алисы нету вайфая то пальчиками там тыкайте все у вас будет хорошо все будет работать так ну а теперь смотрите да что у нас здесь мы тут его вот так нажимаем вентилятор начинает крутиться вот эта кнопочка нам показывает что воды нету тут у нас есть с вами разные режимы слышите да как он там начинает трахтеть вот такие у нас разные режим чеки есть можно запланировать там время вот и здесь еще есть подсветка там насколько она там яркая в общем вот так но и объем воды мы видим с вами вот тут вот а тут мы видим с на экранчике объем воды вот такая вот разница но и еще есть небольшая особенность мы с вами дорогие мои можем создавать сценарии на приложение я создал сценарий приложения у xiaomi то есть там есть приложение михом я вам сейчас покажу а можно еще создать в сценарии прям в приложении алисы но здесь есть маленькая такая небольшая особенность для некоторых это важно некоторые подписчики меня спрашивали а можно ли ставить половинчатые проценты то что когда вы выставляете процент влажности например 66 чтобы он включался при 66 а вам нужно чтобы он включался например при 66 а при 66 с половинкой так вот это можно сделать приложение михом я вам сейчас это все покажу и расскажу как это можно все элементарно дорогим настроить чтобы у вас был максимальный и так заходим с вами приложение михом нажимаем плюсик наверху создать умный сценарий выбираем непосредственно датчик и выбираем меньше той влажности которая нужно мы видим с вами здесь половинки есть вот но обратите внимание если мы выбираем с вами датчик другой квадратных с экранчиком то у него нет никаких половинок то лишь влажность вы устанавливает сколько в полном значении а вот уже в датчике который круглый там есть половинки как у температуры так и уважность везде есть пожалуйста пользуйтесь